Пираты, победившие в литературном конкурсе. В гостях программы «Интересно» детский писатель Александр Киселёв. Я Артём Журёв. Здравствуйте. И сразу к вопросам. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Литературный конкурс имени Корнея Чуковского для детских писателей. Столичный большой проект. Как вам удалось там победить? Рассказывайте. Честное слово. Не знаю, как удалось в нём победить, потому что я не член жюри и не читатель. Эту книгу выдвинуло издательство на конкурс. Конкурс очень большой. Действительно, там было очень много заявок. Со всей России. Со всей России, да. Так, что пришлось даже этот конкурс проводить не в течение одного сезона, а двух. Да, должно было состояться награждение, подведение итогов в 2022 году, но затем приём заявок был продлён. Слишком много было желающих. И вот итоги подвели только сейчас, в октябре. То есть этот сезон продолжался в два раза больше. Два сезона. И да, действительно, книга победила. Она победила в номинации для читателей от 8 до 12 лет. Ну да, она на этот возраст и была рассчитана. Давайте, наверное, поближе познакомимся. Всё-таки не зря у нас, как я понимаю, это ваш приз, да? Да, это приз, да. Причём этот приз, он двойной. Здесь, как вы видите, Корней Иванович Чуковский, который стал именем этого конкурса. А здесь символ конкурса, ну, знаменитый Чуковский крокодил. У меня тоже есть символ. В этой книжке, во-первых, вот такая вот акула. Мне прислали её из Саратовской области. Есть там такой город Балакова. Есть замечательная Анжелика Ращепкина, которая вместе с детьми проводит книжный театр, устроила книжный театр. И они читают книги, а затем по мотивам книжки шьют игрушки. Получается, первые поклонники. Да, это первые поклонники были. Это был мой первый приз за эту книжку. И второй приз, это уже один из героев книги, как вы понимаете, пират. Даже вот с этой вот книжкой, видите, такая мини-книжку они сделали. Это шили ребята из Петра Заводска. Это ещё очень дорогие мне призы. Не менее дорогие, чем вот этот вот хрустальный крокодил Чуковского. Но всё-таки про само произведение, про что оно рассказываете. Жили-плыли пираты – это сборник весёлых историй. Весёлых историй про мальчишек, учеников начальной школы, которые решили играть в пиратов. Ну, а поскольку у детей в голове всегда мешается действительное воображаемое, то вот на этой гремучей смеси жизни и волшебства происходит сюжет всей этой книги. Самые разные приключения, самые невероятные. Ну, например, какие-нибудь? Ну, например, великие географические закрытия. Ну, известно, что была эпоха великих географических открытий, а вот наши пираты провели великие географические закрытия. Как они решили стать пиратами? Вот сговорились и стали, и учительница очень долго пыталась отговорить их от этой ужасной идеи. Но они были упорные ребята, и ей ничего не оставалось сделать, как пригласить на классный час настоящего пирата, который бы рассказал им о своей профессии. И вот то, что из этого вышло, тоже описано в книжке. Но обязательно пираты должны пережить кораблекрушение. Они, конечно, устраивают кораблекрушение. Обязательно. Ну, поскольку им никак не получалось устроить кораблекрушение, то пришлось поджечь в трюме бочки с порохом. Вот. Тогда их выбросило на невыпитаемый остров, и дальше все было хорошо. Вот. Людоеды не пришли. Там совершенно другие события происходили. И вот все в таком духе. Чем вы вдохновлялись, когда писали эту книгу? Ну, в одной рецензии написали, что я вдохновлялся своими учениками. Ну, и этим тоже, да, да. Потому что у меня замечательные ребята в моей школе, где я работаю. И они действительно вдохновляют меня вот на такие безумные истории. За сколько у вас получилось написать эту книгу? И вообще, за сколько в основном вы пишете подобные произведения? Ну, при моей занятости у меня есть в день 40 минут свободных, когда мне надо обязательно что-то написать. Вы себе каждый день выделяете это время? Я стараюсь, во всяком случае, это делать, да. Ну, за 40 минут много не напишешь, но, во всяком случае, пока рука работает, да, мозги что-то тоже там придумывают. Вот. Сколько времени у меня на это ушло, я, честно говоря, не помню. Ну, может быть, месяц, не больше. Она, в общем-то, короткая книжка. Потом я, правда, пару историй еще дописывал для формата. Ну, тоже делал это с удовольствием для себя. Для себя, конечно, я писал. И уже тогда у меня были читатели, мои ученики, да, как мы читали, обсуждали с ними эту книжку. Они предлагали разные идеи. Многое я украл у них. Пару месяцев, да, пару месяцев, да. Ну, а вышла в свет она спустя 4 года после того, как было написано. Тираж книги «Жили, плыли пираты» 2,5 тысячи экземпляров. Это не единственное произведение в вашей карьере. Расскажите, вот еще две книжки, без внимания не учтенные нами остались. Это последние две книжки, которые предназначены для детей. Вот первая книжка называется «Суровые римские сказки». Это книжка познавательная. Она рассказывает о ранней истории Рима. Ну, обычно до нас доходят истории о Риме времен республики и империи. А начинался этот древний Рим с эпохи царств. Это такая полуисторическая, полулегендарная история. Да, первые семь веков – это семь царей Рима. И до нас дошли, конечно, в основном легенды, потому что это был дописьменный период, очень похожие на легенды исторические, где-то на сказки. Вот поэтому я так и назвал «Суровые римские сказки», но захотел их сделать очень занимательными. Это тоже такая веселая книжка, написанная с юмором. О первых царях древнего Рима. И о том, почему Рим перестал быть царством и стал, наконец, республикой. Вторая книжка, которую я очень люблю – это «Три солнечных волоска». Это три сказки, или, как их любят называть, притчи. Да, да, «Три солнечных волоска», действия которых, этих сказок, происходят на крайнем юге, крайнем севере и на берегу моря. И, в общем-то, как я потом сам понял, все эти сказки объединяет одна тема – «Доброго сердца». Вот все-таки о «Добром сердце». В современности есть такая проблема в XXI веке с развитием технологий. Дети все меньше и меньше читают. Гаджеты, современные видеохостинги, родителю, тому же самому, которому вроде как нужно читать своему ребенку, проще дать ему видео, на котором уже читают это произведение. Как вы к этому относитесь и считаете, это информация правдива? Ну, в какой-то степени правдива, потому что сокращается объем чтения. Это да. Но само по себе чтение, может быть, я не прав, я социологических исследований на эту тему не проводил, и статистики, честно говоря, ну, есть статистика, но я ей не очень доверяю. Но, насколько я знаю, насколько вижу, читают, в основном, регулярно читают, те же 10%, которые читали и 50 лет назад. То есть соотношение вот это вот процентное не изменяется. Может быть, объем изменяется. От чего это зависит? Ну, прежде всего, это зависит от семьи, от воспитания. Чтение – это все-таки развлечение, но развлечение интеллектуальное. Оно требует труда. И для того, чтобы в себе создать потребность в этом труде, в том, что мы называем пониманием текста и получение удовольствия от текста, вот, чтобы получить удовольствие, оказывается, надо получить труд. Надо трудиться. Это воспитывается. Это воспитывается с самых ранних лет. Я знаю родителей, и очень много хороших родителей, у которых читающие дети, они им начинают читать, когда дети еще не говорят. Это входит в привычку. Это входит в режим дня. То есть это зависит, по сути, от семьи и окружения. Это, да, зависит от семьи и от окружения. И никакой ребенок, даже самый талантливый, самый хороший, не будет читать, если в семье не читают. Вот приходит мама какая-нибудь и говорит, вот, знаете, Александр Константинович, мой ребенок совсем не читает. Что делать? Я ее спрашиваю, а вы читаете? Да когда же мне? Ну, а ему когда? Он точно так же может ответить. А мне когда? Все. Вопрос исчерпан. Александр, и все-таки заключающий вопрос. Какие планы на будущее? Может быть, вы уже готовите какое-то новое произведение? Если готовите, когда ждать? У меня сейчас в издательстве, в издательствах разных, пять книг. Они будут выходить. Книги очень разные. Есть пара книг, они в стилистике диктантов с продолжением и пиратов, вот как эти книги. Есть другие и очень дорогая для меня многострадальная книга, которая связана как раз опосредованно, она связана с нашим городом. Действия происходят во время оккупации в 1941 году. Вот такая же оккупация, как была в Калуге, те же самые даты. Книжка называется «Вайнахт. Рождество». Вайнахт – это по-немецки «Рождество», то есть «Рождество» и «Рождество» называется. Действие происходит в оккупированном небольшом городке, прототипом которого, конечно, является Калуга. Там очень легко все узнается. И книга сложная, книга трудная. Она написана, она читается от лица, действия рассказывается мальчикам, мальчикам лет восьми, вот так вот примерно, которые вместе с мамой и бабушкой эту оккупацию переживают, и кроме того, к ним подселяют немцы. Вот такова завязка всей этой истории. Книжка мне очень дорогая, потому что, ну, во-первых, она тоже, хотя еще не вышла, но уже у нее бэкграунд определенный есть, она рекомендована для внеклассного чтения, насколько я знаю. Она получила диплом премии Крапивина в Свердловске в 21-м году. И мне бы очень хотелось, чтобы она вышла как можно раньше. Сейчас, вот, насколько я знаю, речь идет уже об обложке, об оформлении обложки, так что жду, когда ее все-таки отправят в типографию. Александр, спасибо вам большое за интервью. Мы желаем вам удачи, ну и, конечно же, творческого благополучия. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа «Интересно». Нам всегда есть о чем поговорить. До свидания. «Интересно». «Интересно». «Интересно».